Созданная художником картина Февраль 2008 года. Ереван, Армения. Это площадь свободы перед оперным театром. В советское время она называлась Театральной. Одно из самых любимых мест ереванцев и культовое место для всех граждан Армении. Именно здесь, в далеком 1965 году, собрались тысячи людей, которые потребовали от властей СССР признать убийство армян 1915 года в Османской империи геноцидом. И именно здесь, в конце 80-х, граждане Армении призвали Кремль передать Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана Армянской ССР. А сегодня сюда пришли люди, которые откликнулись на призыв своего кумира и многолетнего лидера. Человека, которому они верили. Ведь он никогда не обманет. И только он знает, как правильно и что надо делать. Только он может дать им то, что они по праву заслужили. Лучшую жизнь и светлое будущее. Звали этого человека Ливон Тарпетросян. Первый президент Республики Армения, лидер армянского общенационального движения. И никто из этих людей тогда не знал, какая трагедия ждет их впереди. И что приготовил для них этот человек. Продолжение следует... Оденьтесь в тепло и будьте готовы в три часа дня. Победа! Ливон! Победа! Ливон! 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 Справка. 17 октября 1991 года Ливон Тарпетросян был избран первым президентом Независимой Республики Армения. За его кандидатуру проголосовало 83,4% избирателей. 3 февраля 1998 года Тарпетросян подал в отставку с поста президента страны. Причиной отставки стал раскол в правительстве Армении. К расколу привела позиция Тарпетросяна по Карабаху. 26 сентября 1997 года на пресс-конференции он заявил, что допускает так называемое компромиссное решение карабахской проблемы. Оно подразумевало переговоры с Азербайджаном и Турцией и практически отказ от курса на независимость Карабаха или воссоединение его с Арменией. Реакция была моментальной и жесткой. Премьер-министр Армении Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саркисян и министр внутренних дел Серж Саркисян обвинили Тарпетросяна в измене и предательстве. Он, в свою очередь, называет их партией войны, которая ведет страну к катастрофе. Точку в споре ставит народ Армении. Тарпетросяна не поддерживает никто, кроме небольшого числа сторонников. В итоге в феврале 1998-го он вынужден уйти в отставку, а еще через некоторое время заявить, что уходит с политической сцены в оппозицию до так называемых «лучших времен». Он ждал их 10 лет. Все это время подконтрольное ему армянское общенациональное движение, АОТ, сохраняло свою структуру. Почему Тарпетросян вдруг в декабре 2007-го решил, что пора действовать, многим было непонятно. По всем предварительным опросам, шансов на победу у него не было. Вот данные опроса, проведенного в Армении институтом Гэллопа. За Сержа Саркисяна готовы проголосовать 29% избирателей. В пятерку фаворитов наряду с премьер-министром вошли. Экс-спикер Национального собрания, председатель партии Аринац Яркир, страна законности Артур Багдасарян, за которого готовы проголосовать 11% опрошенных. Председатель партии Жирангутен, наследие Рафи Аванесян, с рейтингом 9%. Далее следуют лидер партии Национальное единение Арташес Гигамян и председатель Народной партии Тигран Карапетян, за которых готовы отдать свои голоса соответственно 7% и 5% избирателей. Кандидат на пост президента Ливан Тарпетросян в рейтинг не вошел. Но именно в декабре 2007 года, несмотря на такую катастрофу с рейтингом, Ливан Тарпетросян сообщил сторонникам, что будет участвовать в выборах президента республики. А в его штабе заявили, что не верит никаким опросам. На что он рассчитывал? Это стало понятно ровно через два месяца. Действующий президент, второй президент Армении Роберт Кочарян, баллотироваться на пост главы государства не имел права. Второй срок его президентства подошел к концу. Ему оставался всего месяц до передачи власти победителю. Поэтому вначале за всеми процессами он только наблюдал со стороны. За год до окончания второго срока я уже сказал, что продолжать не буду. Кочарян Роберт Седракович, 1954 года рождения, был президентом республики Армения в 2008 году. Я просто ушел с пониманием, осознанным пониманием, что я свой дом выполнил. У меня были блестящие результаты. Да, экономически Армения при Роберте Кочаряне, конечно, немножко стала лучше жить и задышала, что называется, в силу ряда причин объективных, субъективных. Георг Хачатурян, журналист, блогер, политический обозреватель. В 2000... Независимый. В 2008 году я работал корреспондентом информационного агентства Арминфо. Но все-таки много было бедных, нуждающихся людей. Еще задолго до выборов Тар Петросян прямо говорил о своем желании сделать все, чтобы Кочаряна и его людей больше во власти не было. Он обвинял их в политическом произволе, хозяйственной беспомощности, коррупции и, что интересно, во вредной для Армении пророссийской ориентации. Называл это разбойничьим государством, надо прогнать карабахский клан. Там все это говорилось именно в контексте того, что надо весь карабахский клан прогнать всех отсюда. Ну, буквально в смысле. Это они хуже, чем татарско-монгольское иго. Это абсолютно... Я цитирую просто. То есть, главная идея такая, не надо Армению приносить в жертву конфликту на горном Карабахе. Людям стимяшивались, что Серж и Роберт притащили своих земляков, которые отняли у вас рабочие места. Вот этот момент, он широко использовался. Вся эта власть пропитана коррупцией от самого низа до самого верха. Эта власть решает вопросы не по закону, не по желанию своего народа, не вступает в политический диалог с оппозицией. А все решает по воровским законам. Только за последние пять лет он и его правительство похитили по меньшей мере три из четырех миллиардов долларов, принадлежащих народу и стране. Вы богатый человек? Мне пришлось уже об этом высказываться. Я думаю, ну, может, скажу проще, в Армении как минимум пару сотен семей, если не больше, с теми же возможностями, какие имеет моя семья. Но самое интересное началось в день голосования. 19 февраля 2008 года. Избирательные участки еще даже не закрылись, а возглавляемая Тер-Петросяном оппозиция начала митинги протеста. Тер-Петросян сказал им, что он победил, и они, как всегда, ему поверили. Я выиграл выборы и отстаю свою победу. У меня хватит решимости это сделать, даже если рядом со мной никого не останется. Или отсюда вместе с вами я иду на Баграмяна-26, или мы будем стоять здесь до конца. Мы все собрались у Матэна-Дарана. Я Роман Укян, очень простой человек. Я свидетель, потому что я активный участник во всех этих событиях. У нас же все это было организовано, потому что мы партия, мы партийская партия. у нас есть правление, которое принимает решение. Не надо было для этого организовать. У нас все было, у нас структура, по всей республике, по всем городам, по всем участкам. то есть у нас была команда очень большая. Об этой истории напишут книги, снимут кино. Каждый, кто сегодня с нами, превращается в единое целое. Каждый становится сильнее от этого. Я хочу, чтобы каждый понял свою историческую роль. посылу было понятно, что выборы были нечестные. Халатя Найк, 1978 года рождения, политический обозреватель, журналист. Что победил он, что он должен вместе с народом добьется того, чтобы этим результатом были зафиксированы его победы. Не дожидаясь соглашения результатов голосования, он объявил, что он победил. набрал 60 с чем-то процентов голосов и заявил, что наверняка власти в лице Роберта Кочаряна эту победу у него отнимут. И они опять ему верят. Настолько, что никто даже не спросил, откуда такие данные, когда никто еще ничего не подсчитывал. Справка. Первые результаты, поступившие от ЦИКа Армении в 00 часов 20 февраля, Саркисян по данным с 38 избирательных участков 76,6% голосов. Через полтора часа за него уже менее 65% голосов, в то время как его главный соперник Ливон Терпетросян набирает голоса. Голосовали за Терпетросян не потому, что там очень любили его, а просто потому, что они голосовали против действующей власти. Но при этом в отличие от следующих выборов надо отметить, что очень многие люди и так голосовали за Серджа Саркисяна не потому, что там им очень нравился Серджа Саркисян или Роберт Кочарян, а просто именно из-за того, что им не нравился Ливон Терпетросян, который до этого уже был 10 лет, ну, фактически, да, 10 лет назад он был президентом. Но в штабе Терпетросяна никого не хотят слушать. Действительные результаты выборов их не интересуют. Они отказались подписывать итоговые протоколы ЦИКа, а собравшимся на площади объявили, что будут добиваться передачи власти, и поэтому протесты теперь должны стать безостановочными. 20 февраля. Люди собрались. Они стоят и скандируют. Ливон, 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 Сержик, уходи. Митинг около Матена Дорана. Выступает член предвыборного штаба Терпетросяна и представитель общественно-политической инициативы «Альтернатива» Никол Пашинян. Власти, видя этот митинг, должны провести второй тур. Однако нам этого не надо. Нам надо, чтобы выборы были признаны недействительными. Сержик скорее увидит свой затылок, чем президентский пост. Справка. Пашинян Никол Вавайевич. В 2008 году член предвыборного штаба кандидатов президента Армении Ливона Терпетросяна. В ответ победивший на выборах Серж Саркисян называет протесты шантажом. Справка. С 1988 года Серж Саркисян был одним из лидеров Карабахского движения. С ноября 1996 года по июнь 1999 министр внутренних дел и национальной безопасности Армении. В 1998 году рассматривался как один из возможных кандидатов в президенты, но в итоге воздержался от выдвижения своей кандидатуры, поддержав Роберта Кочаряна. С 4 апреля 2007 года по 9 апреля 2008 года премьер-министр Республики Армения. 9 апреля 2008 года вступил в должность президента Армении. Выборы прошли с большими нарушениями, массовыми нарушениями. Фальсификация была беспредельна. Подтасовки не были новостей. Начиная с 1995 года все время были подтасовки во время выборов. Я, Вазген Манукян, родился в 1946 году. В 2008 году был кандидатом в президенты. Но Левантер Петросян получил какой-то процент, 21 кажется. Но он сказал, что он получил 60 процентов. Было очень много наблюдателей, международных наблюдателей. И с СНГ, и с Европы очень много было наблюдателей. Они тоже все это зафиксировали, потом они в своих репортах все это написали. Кто наблюдал за этими выборами? Все, кто, вообще все, кто возможен. Это, в первую очередь, очень большая миссия наблюдательная от ОБСЕ. Ну, а в день голосования приезжает большое количество людей, наблюдателей, которые сидят буквально на разных избирательных участках и мониторят весь процесс. Это Совет Европы, ну и парламентская ассамблея СНГ. Справка. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые вели мониторинг президентских выборов в Армении, пришли к выводу, что в целом эти выборы соответствовали международным стандартам. Соответствующее заявление размещено на сайте ОБСЕ. В заключении наблюдателей отмечен значительный прогресс, которого достигли власти республики при подготовке к выборам. ОБСЕ также обратило внимание на активную борьбу между кандидатами в президенты, которая придала выборам по-настоящему состязательный характер. В то же время ОБСЕ заявило о ряде недостатков, имевших место, в частности, при подсчете голосов. Я также не буду утверждать, что эти выборы были абсолютно честными. Ну, может быть, там проценты могли быть каким-то образом подтянуты, притянуты более ближе друг к другу. Ашот Газазян, корреспондент Deutsche Welle или в Армении. Разумеется, Левонтер Петросян не победил в этих выборах. Я помню, что заключение наблюдателей международных, самая страшная миссия, это парламентская ассамблея Совета Европы, их миссия, которая всегда дает, как правило, негативную оценку. Но даже она тогда заявила, что да, все это было, и карусели были, и все было, но на итоговый результат это не повлияло. И тут они провозгласили, что задержана победа, выборы сфальфицированы, ну и, соответственно, они должны де-факто пойти и занять президентский дворец. Терпетросян призывал своих сторонников не слушать официальные результаты голосования, потому что они подтасованы. После каждых выборов практически половина населения говорила о том, что были подкупы, людям раздавались деньги, организовывались какие-то карусели, то есть они окончательным результатам выборов не верили. Самый важный вопрос здесь в том, что такие события происходили все время. Выборы, кандидат не согласен с проигрышем, он требует новых выборов или что-то, но в этом случае Леон Терпетросян сказался, он должен быть президентом, это больше воодушевило людей, вот сменим власть. Вазген Манукян прекрасно знает, о чем говорит. В сентябре 96-го года в Армении тоже прошли президентские выборы. Основная борьба развернулась между двумя кандидатами. Действующим президентом Леоном Терпетросяном и единым кандидатом от объединенной оппозиции. После выборов всей Армении было абсолютно ясно, что Терпетросян не прошел. Однако победителем Центризбирком признал именно его. Кандидат от оппозиции с этим решением не согласился и обратился за помощью к своим сторонникам. Да, напомню, что этим кандидатом был я, но мы не потребовали, что Леон Терпетросян должен стать президентом. Там тоже были столкновения народ разбил решетки национального собрания. Просто в национальном собрании находился центр избирком. Вы знаете, большая разница в том, что тогда ведь оппозиция требовала в 1996 году второго тура. Совершенно верно. Тогда требовала второго тура. Всего лишь. Тогда никто не сомневался, что в первом туре Терпетросян не прошел. Но реакция Терпетросяна и его окружение в те дни была категоричной. Даже если Манукян наберет 100% голосов, власть ему не отдадим. Это сказал только один человек, Вазген Саркисянского. Если бы он, Вазген Манукян, получил даже 100% голосов, то ни армия, ни полиция, ни госбезопасность не признают его. Терпетросян вывел на улицы Еревана армию. По всему городу стояли блокпосты. Манукяну стали открыто угрожать физической расправой. В результате он вынужден был скрыться. Был такой момент, когда я несколько дней вынужден был скрываться. В то время были Ерк-Рапай, такие были еще группы людей, группы вооруженных людей, которые стояли на стороне власти. И укрывать нужно было от этих людей. В этот момент могло произойти любое. Меня преследовали на машине. Просто наша машина заехала в то место, куда не смогла заехать их машина. Я думаю, что не только кто-либо другой, но и сам Вазген Манукян не посмея повторить то, что было 25 сентября. Так что может быть это нужно было, чтобы происходило, чтобы он стал уроком для нас. Но уроком так и не стало. Спустя 12 лет тот самый Тер Петросян оказался таким же оппозиционным кандидатом, каким был в 96-м Вазген Манукян. Что это, если не ирония судьбы? Справедливость или эффект бумеранга? Роман, это давно прошедшие события. И к моей радости должен сказать, что не было погибших. Хотя человек 200 был арестован, так или иначе при помощи судебных процессов они были выпущены. Но здесь самое важное не это. Важно то, что был поставлен пример того, как должны происходить выборы. и потом все это начало повторяться. В 95-96 году это произошло, и потом это уже сказывалось на всех остальных выборах. 21 февраля 2008 года. На площади свободы сторонники Тарпетросяна разбивают палаточный городок. Принято решение не расходиться даже ночью. У нас были со всех районов Ванадзор скажем, Ванадзор был там, Абаранцы были там, Севан где-то в середине. Каждый город имел свою палатку, свою часть, и они были ответственны за чистоту своей территории. Митинг продолжается. Левон Тарпетросян через своего помощника Левона Зурабяна обращается к представителям американского посольства в Ереване. Справка Викиликс 21 февраля 2008 год. Необходимо оказать давление на власти Армении для того, чтобы был объявлен второй тур выборов. Это единственный способ, который позволил бы удержать действия людей в рамках Конституции. Тарпетросян обращается к сторонникам. Мы не остановим протесты. Армия не выступит против народа. С нами уже два замминистра обороны. Наш замминистра обороны тоже. Григорий Монелл. Хачатуров Юрий Григорьевич 1952 года рождения. В 2008 году был заместителем, служил в армянской армии в должности заместителя министра обороны. Он собрал у себя в этом помещении здания Якропа, собрал ветеранов, представителей всех районов, всех городов и объявил, что он на стороне, замминистра обороны объявил, что он на стороне Леона Т. Петросяна. Командование армии в лице Манвела Григоряна и Гаги Камил Коняна заявляют, что и я уполномочен передать вам это заявление о том, что Манвел Григорян Гаги Кмел Конян как замминистра армии стоят рядом со своим народом и что не позволят, чтобы армия вмешалась в политику и была использована против собственного народа. Манвел Григоряна и Гагик Мел Конян считают себя гарантами безопасности армянского народа. И я уверен, что все командование армии присоединится к ним. Значит, не Левон, а правильнее Манвел 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 Гаги 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 А теперь Левон Левон Манвел 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 Ведь тогда основным лозунгом звучащим на митингах непосредственно от Тар-Петросяна и от всей его команды это был лозунг о том, что надо деморализовать государственный аппарат. Это обращение к армии, обращение к полиции, чтобы они перешли на сторону протестующих. Это большое количество гонцов в разные войсковые части. И, конечно, это то, что представляло реальную угрозу, это действие и поведение добровольческой нашей организации ветеранов. Называется она ЕРКРАПА. В принципе, полувоенизированная такая организация из ветеранов. Часть этой организации были активными сторонниками Петросяна. Кстати, те самые, которые в 96-м году избивали оппозицию, избивали демонстрантов. Абсолютно те же самые люди. 22 февраля. Народ расходиться не собирается. Народу, начиная с утра 20 февраля, говорилось, смотрите, вас сейчас обманут. Я набрал 60%, а вам скажут, что я набрал меньше. Заместитель генерального прокурора Гаги Дженгирян выступает против результатов выборов. Я призываю вас, я прошу вас, будьте хозяевами своей жизни. Гаги Дженгирян, военный прокурор Армении, первый зам генерального, заявил о том, что он переходит на сторону Петросяна, за что был, естественно, немедленно снят со своей должности. Три из четырех заместителей министров обороны Армении, два замминистра иностранных дел, тоже аналогично, приходили сюда, на площадь, и заявляли о том, что они переходят на сторону Тер-Петросяна и поддерживают победившего, как они говорили, кандидата. И шесть человек, представители министерства иностранных дел, выступили с заявлением. Меня зовут Владимир Карапетян, в 2008 году я был пресс-секретарем министерства иностранных дел. наше заявление было прочитано на площади. Наше заявление прочитал нынешний премьер-министр господин Никол Пашинян. Сразу же я был вызван в министерство иностранных дел и мне проинформировали, что нас всех будут освобождать с должностей. Все это заставило Роберта Кочаряна вмешаться в ситуацию. Но наибольшую опасность представляли процессы ветеранской яркропа и армии. Когда такая организация с действующими генералами в составе ее правления пытается стать джокером в политических процессах, это чрезвычайно опасно. Кочарян принимает решение встретиться с высшим руководством армянской армии. 23 числа Роберт Кочарян собрал наверное 100 человек. То командир полка. Вот ближайшие гарнизоны вокруг Еревана и командиры полков тоже были на этом совещании. 23 числа моя встреча с высшим командным составом армии я думаю она предопределила поведение добровольческой организации потому что вопрос был поставлен жестко генералом. Или вы там тогда вы освобождаетесь от своих должностей пишите заявление идите занимайтесь политикой. если если вы в армии то вы немедленно должны выйти из общественной организации ветеранов которая втягивается и втянута в политический процесс. Самая большая опасность была в том что какая-то часть военных могла перейти на сторону протестующих это уже вылилось бы совершенно другие процессы совершенно другие жертвы почти гражданская война несменно некоторые сторонники Тарпетросяна очень активные они уже позже давали интервью они публично выступали и говорили о том что да в некоторых подразделениях была готовность перейти на сторону Тарпетросяна. Напомним возвращаясь к событиям 23 февраля временной поверенной в делах США в Ереване Джозеф Пеннингтон записал что в ходе беседы с ним Кочарян утверждает что ему удалось предотвратить в стране военный переворот он дал команду чтобы все кто в Екропа или остались в Екропа или написали рапорта вышли из Екропа остались в армии все как один написали рапорта о выходе из Екропа остались в армии 23 числа больше ничего не было и министр обороны издал этот приказ из разных областей Армении в Ереван перебрасывают небольшие воинские подразделения от 150 до 300 человек от каждого региона страны в зависимости от величины гарнизона создается временный оперативный штаб мы создали этот штаб приняли решение где кого определять министр обороны поддержал наше решение утвердил наше решение и мы куда кто приезжал во всех их вот едешь в эту часть вступаешь в распоряжение командира части занимаешься боевой подготовкой уставы физическая подготовка там без стрельбы без ничего все остальное и они вот все эти дни находились в этом никто из казарм не выходил после совещания с военными Кочарян обвинил оппозицию в попытке захватить власть мы этого не допустим правительство и силовики приложат все силы для сохранения порядка оппозиция продолжала митинговать надо сказать что митинги были не санкционированными но власти не препятствовали лишь поддерживали как говорится порядок здесь полиции внутри не было вокруг очень много было и они работали в кавычках на нас не тут а через телевидение через организации через свои заявления известно точно что все эти митинги начиная с поствыборного периода до выборов их нет там все было разрешено начиная с митингов с 20 февраля они все были не санкционированы справка выписка из закона республики Армения о проведении собраний митингов шествий и демонстраций от 28 апреля 2004 года статья 4 пункт 3 публичное проведение мероприятий уполномоченным органам может быть запрещено если имеются достоверные данные что проведение мероприятия создает угрозу или реальную опасность государственной безопасности и общественному строю здоровью и морали конституционных прав и свобод человека или может привести к массовым беспорядкам или нанести существенный имущественный ущерб государству обществу физическим или юридическим лицам вы правильно ставите ударение относительно закону в Армении и они должны быть согласованы но вы еще должны обратить внимание что мы являемся членами Совета Европы и конвенция по правам человека относится к нам в первую очередь она даже выше чем наши локальные местные законы а эта конвенция предполагает что если акция мирная власти не имеют права разгонять ее она не может быть разогнана официальное заявление полиции сразу после президентских выборов оппозиция во главе с Ливоном организовали несанкционированные митинги шествия предупреждения полиции организаторам несанкционированных митингов не принесли плоду в любом случае учитывая послевыборный период полиция воздерживалась и не поддавалась на провокации 24 февраля Никол Пашинян после трех бессонных ночей и многочисленных митингов охрипт официальное заявление ЦИК Армении президентом в республике Армения избран Серж Азатович Саркисян как сообщает временный поверенный в делах США в Армении в ходе беседы с ним Кочарян утверждает что ему удалось предотвратить в стране военный переворот 25 февраля Тер Петросян заявляет он не боится ареста или убийства в Армении сказал он сформировалось новое общество которое уже не допустит дальнейшего продолжения 10 лет реакционного правления 26 февраля власти собирают митинг в поддержку Сержа Саркисяна силы за и против примерно равны по крайней мере внешне Кочарян предложил правительству определить предел терпения к протестам и призвал народ к успокоению 27 февраля оппозиционный марш шествие возглавляет Никол Пашинян маршрут изменен колонна состоящая из тысяч людей проходит по улицам Возгена Саркисяна Григора Лусаворича и по проспекту Маштоца возвращается на площадь свободы 28 февраля ранним утром полицейские машины перекрывают улицы вокруг театральной площади припаркованные машины эвакуируют и отвозят на штрафстоянки Справка Викиликс Отчет о беседе президента Армении Роберта Кочаряна с временным поверенным в делах США в Ереване Джозефом Пеннингтоном от 28 февраля 2008 года американцы озаглавливают мир Кочаряна в котором правительство является непогрешимым В ходе встречи имевший место вечером 28 февраля Кочарян как всегда был расслаблен дружелюбен иногда шутил Он изначально взял весь ход беседы в свои руки хотя в действительности именно он был инициатором этой встречи с целью выслушать нашу точку зрения 29 февраля на площади Свободы митинг не заканчивается ни на минуту демонстранты круглосуточно получают горячее питание по информации полиции в палатках заготовлено большое количество арматурных прутьев гранаты и огнестрельное оружие службы национальной безопасности а также спецподразделения полиции получили оперативную информацию что на театральной площади митингующим должны раздать взрывчатые вещества оружие дубинки арматуру и так далее для провокационных действий 1 марта получив информацию я приказал проверить достоверность и внести предложение в этот же день у меня на совещании было принято решение провести проверку на месте поскольку после оперативных мероприятий информация подтвердилась в ночь на 1 марта никто никто на площади не спит не хочет не может ждет чего-то а потом политическая зима 2008 закончилась наступила весна все началось ранним утром 1 марта 1 марта 2008 года Ереван это видео на котором предположительно убивают Самвела Арутюняна 1979 года рождения в его смерти до сих пор все предположительно перекресток проспекта Маштоца и улицы Григора Лусаворич очевидцы утверждают это он слышны выстрелы а вот автоматная очередь это было чуть подальше того перекрестка Аракилян Тигран год рождения 1981 году 3 декабря город Ванадзор были выстрелы он упал мы его подняли и перенесли сюда и стояла машина мы его положили на нее и машина поехала туда по ней начали стрелять она развернулась и уехала обратно туда справка справка 17 декабря 2008 года специальная следственная служба Армении опубликовала раскрытые в ходе предварительного следствия данные о видах телесных повреждений и месте гибели 10 человек во время беспорядков 1-2 марта в Ереване по официальной версии которая не изменилась и спустя 10 лет раненый самвел Арутюнян был перевезен в медицинский центр Армения где он и скончался 11 апреля не приходя в сознание от чего то ли от открытой тупой проникающей черепно-мозговой травмы то ли от интоксикации то ли от гнойного менингита и воспаления легких мы сразу же поехали в эту больницу я видел там страшное до сих пор у меня на глазах я не узнал своего сына он как будто там лежал 150 килограммовый человек так опух понимаете до официального версии который там написали уже это врачи мне говорили вот видишь говорит вот такая пленка там вот эта пленка которая рентгеновая пленка говорит видишь резиновые пули есть резиновые пули которые стреляли вот попал туда и отсюда вышел Самвела похоронили в Араратской долине до могилы сына из Еревана всего-то ничего километров сорок идем сейчас могилу моего сына здесь тихо красиво воздух прозрачный много света много тепла здесь практически рядом с убитым Самвелом лежит убитый Тигран за два часа до этого мы с мужем видели его офицер дал нам две минуты чтобы мы с сыном поговорили он сказал наверное скоро все кончится и нас отведут в часть и мы поэтому так спокойно приехали домой а через два часа слышим по телевизору что там идут бои есть раненые погибшие его мама очень болеет сейчас я сегодня звонил ей и она сказала что я сильно болею она осталась одна сейчас и так что поделать они умерли в один день 11 апреля Тигран в реанимации института хирургии имени Микаэляна пролежав после ранения в коме 41 день справка Тигран Абгарян 1989 года рождения служащий внутренних войск полиции сквозное пулевое ранение шеи сопряженное с осложнением от взрыва и переломами шестого и седьмого шейных позвонков был ранен на улице Лео скончался в больнице имени Микаэляна 11 апреля 2008 года не приходя в сознание они они знали друг друга нет мы не знали никто друг друга не знали это мы никого не знали просто их не кровь нас объединила спустя три года после мартовских событий 2008 в Ереване в 2011 парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию номер 1837 функционирования демократических институтов в Армении объявление всеобщей амнистии весной текущего года а также конструктивный подход власти Армении в расследовании дел гибели десяти граждан в ходе антиправительственных демонстраций 1-2 марта 2008 года позволяют считать дело о мартовских событиях закрытым но что же все-таки произошло в Армении весной 2008 года этот вопрос очень многим не дает покоя и по сей день кто виноват в гибели людей за что погибли чьи-то отцы сыновья мужья и братья за что погиб Тигран Хачатрян за что погиб Армен Форманян Гор Клоян Аванес Аванесян Григорь Геворгян Самвел Арудюнян Закар Аванесян Давид Петросян Гамлет Тедевасян кто виноват в гибели Тиграна Алгаряна это не риторические вопросы это не статистика и это даже не успело еще стать историей это было вчера Если кто ночью убьет кого полагая что убивает врага и окажется что убил друга этот случай убийства умышленного и неумышленного или кто бросит камень думая что это не камень или кто убьет ближнего своего без намерения не быв врагом ему вчера и третьего дня Если убийство неумышленное и убит враг и убийца радовался несчастью убитого то убийство это должно рассматриваться как умышленное Армянский судебник Вихитара Гошин 1 марта утро площади свободы стянуты полицейские силы полиция приступает к осмотру местности и палаток у руководства МВД есть оперативная информация что протестующим раздали коктейли молотова арматуру и даже оружие Утром нас привезли на площадь свободы Мы построились в шеренгу вокруг Я Макартычан Бабкен в 2008 году солдат внутренних войск Полиция попросила людей по громкоговорителю освободить площадь Согласно уголовно-процессуальному кодексу Армении осмотр производится днем День наступает в 7 часов утра На видеокадрах обыска осмотра и разгона ясно видно что день 1 марта наступил для полицейских немного раньше В то время очень много было людей в палатках женщин старых людей стариков было очень много и начали полицейские ломать наши палатки убить они использовали дубинки и электрошок В полиции не работают анархисты которые будут избивать спящих людей Их просили уважаемый народ просим собрать вещи и освободить площадь расходитесь по домам На что они ответили что мы не делали 10 дней то сделаем сегодня Они разогнали до скажем до республики до здания цирка до вокзала Это сбилось примерно 2 часа Основную часть своих сторонников оппозиционные лидеры увели к французскому посольству и мэрии Еревана И тогда и потом организаторы протестов утверждали что все их акции и митинги были стихийными и абсолютно мирными но на самом деле все обстояло несколько иначе Очевидцы событий утверждают что многие протестующие были вооружены дубинками и арматурой Это хорошо видно и на кадрах хроники Многие протестующие оказались агрессивно настроены и с палками и арматурой набросились на полицию Много полицейских получили раны потому что у них были короткие резиновые дубинки а у оппозиции длинные палки и арматура Что же касается стихийности митингов то достаточно послушать телефонный разговор между начальником штаба Левона Тер Петросяна Александром Арзуманяном и бессменным оратором на всех митингах Николом Пашиняном Запись этого разговора очень легко может найти в интернете любой желающий Алло Господин Арзуманян Да Как вы? Хорошо Хорошо Скажите всем с кем у вас есть связь пусть собираются у посольства Франции Там сейчас полно народу собралось Народу-то полно но людей нет Наши орут из Арташа-то там Хорошо бы чтобы нормальный человек туда пошел Сейчас пойдем Пусть еще немного соберутся Я пойду Куда ты пойдешь? Ты пока не ходи По пазам Апаза собрались в штабе Их отправь Сейчас сделаю что-нибудь Говорят возле посольства Франции собралось около 10 тысяч людей Да Я в курсе На связи Там драка была небольшая Да Я знаю Я хотел туда пойти но президент сказал Не ходи Из этого разговора становится очевидным что организаторы протестов сознательно собирали людей именно перед посольством Франции Для чего? Рассчитывали на поддержку западных дипломатов? И где в это время находится Тер Петросян который дает распоряжение куда идти где собирать людей и что делать дальше? Он у себя дома наблюдает за происходящим со стороны из своего особняка в Розданском ущелье Гриша Саркисов такой был он потом скончался это начальник охраны Кочаряна личный он ему сказал я прошу вас проследовать домой Тер Петросян отказывался и подчинился только после того как Гриша Саркисов сказал ему не заставляйте меня надевать на вас наручники Госбезопасность которая отвечала за его личную безопасность бывшего президента она его оттуда когда уже там стало горячо просто увела увела и буквально по его словам не позволило больше возвращаться туда 1 марта день была попытка переговоров с Тер Петросяном у Католикоса он к нему поехал но тот его не принял перед этим была попытка договориться с митингующими у полиции когда в принципе договорились что они продолжают митинг но перемещаются с площади перед Мери и французским посольством перемещаются к Матерна Тарану эти переговоры действительно были со стороны протестующих их вел Давид Шахназарян один из ближайших сторонников Ливона Тер Петросяна значит переговоры которые я вел с двумя высокопоставленными значит полицейскими перед французским посольством Шахназарян Давид Гургенович родился 26 мая 1954 года в 2008 году как политик был но не был в структурах штабах оппозиционного они предложили значит пойти к Матерна Тарану строить митинг справка Давид Гургенович Шахназарян армянский государственный деятель выпускник Ереванского государственного университета физик с 1988 года один из основателей комитета Карабах в 1990 95 году депутат Верховного Совета Армянской СССР член правления АО в 94 95 был министром национальной безопасности Армении 1995 99 депутат парламента Армении в 1998 баллотировался в президента Армении с 1999 член правления оппозиционной партии Армянское общенациональное движение дочь Шахназаряна была замужем за сыном терпетросяна Ситуация была действительно очень очень острая было напряжение я первое попросил чтобы сказал как требование сняли одно отцепление там было два отцепления в любой момент могла еще раз возникнуть какая-то стычка они это сделали потом второе потребовал эту раскаленную ситуацию значит как-то разрядить там был один из моих старых друзей тоже член комитета Карабах но тоже он тоже не был из штаба Тарпетросяна буквально одну минуту посоветовались и сказал да не было лидера и не знали что делать один лидер другой предлагал другие но все таки предложение было разное поехать в Матайна-Даран поехать сюда возвращаться сюда остаться там разойтись я взял микрофон и сказал сейчас мы начнем марш в сторону Матайна-Даран все эти записи есть абсолютно все потом в это время появились и штаба Тарпетросяна и сказали мы полномочены вести переговоры с полицией ты не член нашего штаба сказал генералам надо продолжать переговоры с ними но в это время инициативу взял на себя Никол Пашинян все эти договоренности меняются и он объявляет что он имеет Тарпетросяна совершенно другие установки надо баррикадироваться надо оказывать сопротивление властям ну и так далее и так далее Ливон Тарпетросян сейчас под домашним арестом он призывает нас всех не покидать эту площадь демонстранты начинают строить баррикады нападают на полицию переворачивают и поджигают автомобили вы сейчас видите эти кадры разграблены близлежащие магазины это факт я их видел я их бил они во первых я уже сказал что разбили все эти витрины они начали грабить эти магазины многие тащили мародеры элитные коньяки ящиками мы начали их разбивать я сказал что мы более 200 бутылок марочного коньяка там разбили это был криминал шпанал к 3-4 часам у меня было осознание того что ситуация выходит из-под контроля когда люди собрались на площади перед мерей и когда уже начались стычки с полицейскими и когда пошли в ход значит прутья металлические разобранные с забора недалеко от мерей там парк весь забор парка был разобран здесь стоит послушать еще один телефонный разговор между руководителем штаба левонатэр Петросяна Александром Арзуманяном и одним из лидеров протестующих Суреном Сироняном Алло господин Арзуманян да это Сурик да значит народ полностью занял отрезок улицы до проспекта да всю улицу Параняна до улицы Прошена тоже заняли да послушай а что-то поджигают машины милицейские машины только милицейские только милицейские и грабит магазин Самвела Александяна ну это нормально сами смогли что-нибудь из этого поесть и еще сожгли машину Назаряна Нерсика начальника управления полиции города Ереван это хорошую новость ты передал в общем все хорошо все контролируется протестующие начинают переворачивать автобусы строят заграждения напряжение на лицах напряжение в воздухе совершенно очевидно что это не может продолжаться долго и ситуация обязательно взорвется когда была сожжена полицейская машина избиты полицейские и украдено их оружие штатное оружие этих полицейских когда был ранен депутат парламента который пытался защитить кого-то полицейского которого повалили избивали ногами то есть было ощущение того что ситуация выходит из подконтроля и возможно придется объявить чрезвычайное положение но я задержал подписание указа до вечера все-таки была какая-то надежда что можно ситуацию каким-то образом исправить но исправить не получилось ни на какие контакты с властью Тар Петросян и его люди не шли и Кочарян все же принял решение ввести на 20 дней режим чрезвычайного положения справка Гамлет Тадавасян 1977 года рождения капитан полиции Армении скончался от осколочного ранения в нижнюю часть тела в результате взрыва утром 2 марта к нам домой пришли его коллеги и рассказали как он погиб он спасая жизнь солдат своим телом прикрыл их от гранаты я как президент несмотря на то что мне оставалось всего там месяц лишнего пребывания в должности это было необходимо для того что указ был законным легитим для применения армии нужно объявить военное положение 1 марта военное положение было объявлено почему этот вопрос вы задаете мне потому что вы были министром обороны я был министром обороны но я не собираюсь здесь обсуждать действия президента имел право верховный командующий или не имел зачем вы мне этот вопрос задаете вам не следует задавать этот вопрос конечно нет в 2018 году следствие настаивает на том что объявленный в розыск бывший министр обороны Армении генерал-полковник Микаэл Арутюнян приказал да он действительно подписал 23 февраля особо секретный приказ за номером 0038 о выполнении распоряжений верховного главнокомандующего был министром обороны подписан приказ согласно которому они они пытались нейтрализовать те опасности которые могли бы произойти если вот полудобровольческая военная организация перешла бы на сторону и не дай бог если бы им удалось какую-то воинскую часть либо в полном составе либо в каком-то урезанном составе вывести также на площадь было объявлено чрезвычайное положение а по плану чрезвычайного положения у нас под охрану брали все государственные объекты объявлено чрезвычайное положение городе Ереван и в этом чрезвычайном в этом значит указе президента было написано что это возлагается на полицию и на миновую мы взяли под охрану вот как сейчас помню хорошо президентский дворец с президентом парламент дом правительства банки главные большие мосты все взяли под охрану на всякий случай потому что мало ли что бог его знает могли быть какие-то провокационные действия в это время Левон Тарпетросен обращается с призывом к западным посольствам судьба демократии в Армении находится в руках США стран Евросоюза ОБСЕ и Совета Европы реакция дипломатии стран Запада была жесткой они призвали власти Армении отменить режим чрезвычайного положения и отпустить всех задержанных с подобными заявлениями выступили МИД Франции Канады Чехии Норвегии из международных организаций ООН ПАСЕ ЕС Совет Европы и ОБСЕ но от призывов к определенным действиям перешли только США так госсекретарь Кандализа Райс заявила о приостановлении некоторых программ американской помощи Армении на улицах на улицах Еревана начинаются самые настоящие бои стрельба кредит все смешалось полицейские студенты мародеры зеваки старый млад за и против и когда я уже там увидел эти трассирующие эти самые уже мне показалось что я не верил я не мог в это поверить Андроник Микаэлян ну тогда был активистом и я увидел перекресток улицы Леву я стоял уже здесь я увидел что там действительно это бойня и ретировался вернулся сюда и тогда тогда уже здесь начали собирать ну вот эти прути народу а что делать здесь и там уже крики ор стоит страшный страшный ор стоял там и буквально я спустился сюда уже соединился со своими товарищами с группой да и уже мы взяли эти прути в 7 часов вечера нас привезли к рынку на проспект Маштоца почти сразу поступила команда подняться на мост там уже были полицейские возле толпы у перевернутого автобуса как только мы появились из толпы полетели булыжники лично я был здесь и видел как подъехали машины из багажников которых людям стали раздавать стрелковое оружие то есть было видно что какая-то спланированная ситуация конкретные люди подходят не все подряд берут и начинают уже стрелять правоохранителей и минут через 10 уже началась самая настоящая перестрелка вот вот прямо полицейские отступили а толпа бросилась на нас с арматурой в нас летели камни и металлические звездочки справка Григор Геваркян 1980 года рождения погиб от острова нарушения важнейших жизненных функций головного мозга погиб напротив мастерской обуви на перекрестке улиц Паранян Лео здесь он прятался голову высунул а вот оттуда был выстрел судебно-медицинской экспертизой было обнаружено сквозное отверстие от пули в область носа с выходом в левую лобовую кость здесь он лежал а там Тигран Хачатрян справка Тигран Хачатрян 1985 года рождения погиб от острова нарушения важнейших жизненных функций головного мозга в результате открытого черепно-мозгового ранения погиб у арки на перекрестке улиц Паранян Лео когда я искал 4 часа уже было я на эреации поднялся и видел что скорая помощь там ходит морг Хачатрян Овсеп я отец Тиграна Хачатряна я должен посмотреть мой сын здесь или мне пообескать в больницах или в милициях или где-то но я смотрю с ним весь голова крови убитый и и все это мне очень тяжело вспомнить на тот день когда я как я нашел своего сына такого убитого или это все неуправляемая совершенно толпа растекалась вот потому и потому обводу этого подземного перехода этого туннеля стекается сюда здесь было оцепление из войск внутренних которое было сметено ими потому что они оказались явно неподготовленные к такому количеству кто-то из протестующих кричал народу эти солдаты наши дети но в нас полетело еще больше булыжников в тот день мы звонили по больнице не могли его найти 2 марта утром пришел его брат забрал паспорт а вечером мы узнали что папа умер справка Аванес Аванесян 1961 года рождения погиб от внутреннего кровотечения на перекрестке улиц Маштоца и Григора Лусаворича нам приказали наступать на них и в этот момент из толпы прилетели бутылки с огнем одна из бутылок разбилась рядом со мной и я загорелся мне пришлось выйти из строя чтобы гасить себя солдат солдаты стали отступать я хотел присоединиться к своим в этот момент из толпы прилетела граната и взорвалась рядом со мной в общем меня тяжело ранило справка Закарова Несян 1977 года рождения погиб от острой потери крови в результате огнестрельного ранения в брюшную полость погиб у центрального рынка на проспекте Маштоца Закарова Несян был членом правящей республиканской партии в оппозиционных митингах никогда не участвовал наоборот занимался агитацией в пользу власти в полночь 1 марта по просьбе соседки жены Давида Петросяна пошел на проспект Маштоца чтобы найти Давида и привезти его домой 1 марта 2008 года Давид говорил со мной и сказал мам Джан я закончил работу иду домой когда позвонил мой сын по телевизору показывали Роберта Кочаряна он говорил что есть раненые ночью в час 45 мне говорят что сына больше нет справка Давид Петросян 1975 года рождения на теле погибшего в ходе судебно-медицинской экспертизы было обнаружено отверстие от пули калибра 9 мм на правой стороне грудной клетки Давид Петросян скончался от острой потери крови у дома номер 2 на улице Параняна хотя уже шел довольно достаточно ожесточенный бой все равно долг журналиста остается я продолжал передавать в редакцию то что происходит по телефону спрятался вот здесь люди некоторые убегали туда здесь был мой коллега фотограф который снимал вспышками и вот оттуда с той крыши его заметил снайпер и стал стрелять именно на вспышку стал реагировать после двух двух выстрелов мы его просто оттащили в сторону сказали слушай тебя подстрелят не надо так делать что это были за снайперы неизвестно это не удалось выяснить специальной парламентской комиссии и следственной группе которые занимались расследованием событий первого марта в Ереване по горячим следам в 2008 2009 годах но совершенно очевидно другое когда где-то в мире происходят аналогичные события всегда появляются снайперы которых потом никто не может найти так было на Украине так было в Венесуэле так было и в Армении при расследовании преступлений следователи руководствуются принципом ищи кому выгодно так кому было выгодно задействовать снайперов в те мартовские дни 2008 года кому была нужна кровавая провокация человеку которому оставалось всего лишь месяц исполнять обязанности президента или тем кто рвался к власти любой ценой а может какой-то третьей силе просто заинтересованной в дестабилизации ситуации в стране Олег да господин президент духом не упал все хорошо господин президент молодец Олег на самом деле все очень хорошо эти пару дней на глаза не попадайтесь потом посмотрим у тебя все хорошо шеф у меня все государство сейчас обеспечивает мою безопасность по другому и быть не может тут все под контролем вы не переживайте молодец давай давай привет прошло 10 лет после смены власти в Армении начала премьерства Никола Башиняна лично он заявил что виновные в трагедии 1 марта будут найдены и наказаны он активно участник тех событий ближайший соратник Тарпетросяна он обещал народу во всем разобраться обещал что это будет честное расследование его распоряжением была создана специальная следственная группа она работает уже полгода проведены более тысячи допросов свыше 20 экспертиз 40 обысков и несколько десятков конфискаций есть и обвиняемые на основе достаточности доказательств собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи номер 300 пункт 1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй республики Армения Кочаряна арестовали а буквально через несколько дней вся Армения слушала запись телефонного разговора между директором службы национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном и начальником специальной следственной службы Сосуном Хачатряном Ванецян и Хачатрян в ходе восьмиминутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна а также уголовные дела возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаэла Рутюняна Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей которому уже дана инструкция во что бы то ни стало посадить Кочаряна затем переходит к Хачатурову директор СНБ говорит что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать поскольку есть опасность испортить отношения с Россией Получается что все заявления Пашиняна о независимости и объективном расследовании просто фикция На самом деле все похоже на банальную месть Опять же вся же вина старой власти в чем заключается вот мое личное мнение что они довелись до той ситуации когда люди не хотят ничего анализировать Ну надо просто посмотреть кто ведет эту линию то есть ведет эту линию человек который был осужден за активную участие в этих событиях Справка Пашинян Никол Ваваевич После массовых беспорядков 1-2 марта 2008 года в Ереване объявлен в розыск В 2009 году сдался властям В январе 2010 года был осужден на 7 лет по обвинению в организации массовых беспорядков Позже суд вдвое сократил срок А в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении 1 мая 2018 года во время голосования в парламенте не смог получить большинство голосов после призвал блокировать транспортные объекты 8 мая избран на должность премьер-министра Армении вероятнее всего он полагает что я являюсь основной персоной из-за которой те планы тогда у них не реализовались и пытаются сорвать как бы на мне свою злость я полагаю здесь как бы накладываются вопрос политической вендеты с устранением человека который может стать твоим оппонентом к этому добавляется и то что в свое время сердце аксиан всячески пытался как бы откреститься от тех событий да и хотя они как бы всю жизнь шли с Кочаряном в тандеме но это было очевидно для и журналистов и экспертов что в голову общества вкладывалось что это вся вина лежит на Кочаряне об этом утвердили и оппозиция ну понятно что оппозиция как бы обвиняла двоих в свою очередь власть на провластные силы прямо об этом не говоря но так косвенно намекали что единственным виновным в этих событиях Роберт Кочаряна 13 августа 2018 года апелляционный суд Армении освободил Роберта Кочаряна из-под стражи на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства но уже в декабре он был опять арестован таким образом за 6 месяцев так называемого независимого и объективного расследования его уже успели допросить посадить отпустить и снова посадить а второго участника этих событий человека который вывел на улице людей и просто бросил их за это время не пригласили в специальную следственную группу даже на обычную беседу а это значит что опять армянский народ так и не узнает кто же на самом деле виноват в трагедии 1 марта 2008 года справка Армен Фарманян 1974 года рождения погиб от острого нарушения важнейших жизненных функций головного мозга в результате черепно-мозгового ранения с деформацией связок костей погиб перед зданием номер 24 на улице Параняна он был очень сильный физически здоровый но очень добрый очень добрый Вачиган Саркисович Фарманян я отец Армена Фарманяна мне сказали что он погиб от выстрела черемухой 7 Гор Клаян 1979 года рождения был ранен на перекрестке проспекта Маштоца и улице Григоры Лусаворич погиб от острой потери крови мы все 10 убиты мы все скажем нам не касается нам не касается кто убил кто виноват и того судите кто виноват в гибели Тиграна Хачатряна кто виноват в гибели Тиграна Абгаряна Армена Фарманяна Гора Клаяна Аванеса Аванесяна Григора Геваркяна Самвела Арутюняна Закара Аванесяна Давида Петросяна Давида Петросяна Кто виноват в гибели Гамлета Тадавасяна Это не риторические вопросы Это не статистика И это даже не успело еще стать историей Это было вчера Во-первых эта тема не закрыта Я так понимаю что поскольку Джина выпустили из бутылки ее нужно попытаться его каким-то образом затолкать обратно иначе будет полная нестабильность в маленькой стране а в этой нестабильности здесь никто не заинтересован Созданная художником картина не в состоянии воспроизвести находящееся в движении живое существо ибо всякая картина приблизительна в ней есть и выдумка и нечто от лжесвидетельства и поэтому не нужно внимать словам болтунов если даже они кажутся достоверными Иоанн Сарковак армянский ученый философ Справка Левон Тар Петросян и Никол Пашинян отказались от дачи интервью в этом фильме У тебя все хорошо, шеф? У меня все государство сейчас обеспечивает мою безопасность по-другому и быть не может Тут все под контролем вы не переживайте молодец старик давай давай привет Сарковак